Книга «Исход» Обычно в конце книги у нас идет развязка То, для чего вся эта книга была написана Есть люди, которые начинают читать книгу А потом смотрят, что в конце Смотрят, что в конце И если им конец не нравится Они могут такую книгу не читать Я знаю таких людей И мы здесь, большинство из нас Хорошо знают священные писания И обычно в завершении книги Идет то, описывается, скажем так То главное, ради чего эта вся книга была написана Вспомним очень непростую, сложную книгу Иова Довольно такое тягостное повествование Но последние главы в конце Это просто восторг Это триумф, это победа человека Который устоял в искушениях, в испытаниях И предыдущая глава Мы ее на прошлой неделе Находились в прошлой неделе в этой главе И она начиналась с предписания о субботе И очень кратко говорится о субботе И в каком-то смысле Как для детей Исполняйте в упрощенном виде Исполняйте субботу Если не будете исполнять, будете наказаны То есть это Все мы знаем, дети Когда, например, они ложатся спать У них сразу расширяются глаза Они сразу начинают активно бодрствовать У них появляется много неотложных дел И если это дитя упорно не слушается То родителям приходится прибегнуть к воспитательным мерам И после этого После этого Рассказывается о приношениях для скини И в предыдущих главах Мы помним, какой грех совершил народ Сделали золотого тельца Были наказаны за это многие люди И у людей было чувство вины, конечно же И люди Когда Моисей сказал Что нужно принести драгоценности И определенные предметы Для построения скиний для Бога То люди очень старались Они очень много принесли И в Писании мы видим Что это был действительно достойный плод покаяния То есть люди принесли так много Так много золота, серебра Всех необходимых материалов Что к Моисею подошли и сказали Моисею Люди все несут и несут И уже принесли гораздо больше Чем это нужно И тогда Моисей сказал Стоп, больше не надо И Бог избрал особых людей Для того, чтобы они Выполняли эту работу Для того, чтобы они Сделали эту скинию И это был Бецалель и Агалиав Это были два основных человека И им помогало множество людей И об этих людях Которые приносили пожертвования Которые помогали им Этих людей называют Писание называет Мудрые сердцем И в 35 главе Говорится Об Бецалели Это с 30 стиха И сказал Моисей сынам Израилевым Смотрите Господь назначил Именно Веселиила Сына Урии, сына Ора Из колена Иудина И исполнил его Духом Божиим Мудростью, разумением, ведением И всяким искусством Составлять искусные ткани Работать из золота Серебра и меди И резать камни Для вставливания И резать дерево И делать всякую Художественную работу И способность учить других Вложил в сердце его И Агалиава Сына Ахисамахова Из колена Данова И мы видим Что Бог Особо отмечает Этих людей Описывает их Родословную И в Писании Это первый человек Веселил О котором говорится Что он был Исполнен Духом Божиим И далее Уже в Брит Хадаша Мы Можем видеть О том Что Там где Описываются Дары Духа Святого И это В послании Кремленам Ефесянам Коринфянам И в каждом Этом описании Есть Дар Учительства Это как Дар Духа Святого И вот именно Этим Духом То есть Даром Дух Святой Дал им Бецелелия Это дар Дар Быть Учителем И Также Есть В этих В дарах Духа Святого Есть еще Дар Вспоможения Это то Говорится О тех людях Которые Мудрые Были мудрые Сердцем Которые Помогали Активно Очень Помогали И Женщины Участвовали Они Пряли Пряжу О них Тоже Говорится Что Женщины Мудрые Сердцем Они Работали С тканями И В течение Где-то Приблизительно Около Полугода За Полгода Эта Скиния Была Сделана Полностью Все Было Готово Были Сделаны Ковчег Завета Бронзовый Умывальник Жертвенник Всесожжения Золотой Светильник Стол Для хлебов Предложения Жертвенник Золотой Жертвенник Для воскурения И Сама Скиния То Что Было Сделано Из Ткани Из Дерева И Недельная Глава Кудей Начинается Это 38 Глава С 21 Стих Вот Исчисление Того Что Употреблено Для Скини Откровение Сделанное По Повелению Моисея И Далее Мы Видим Что Моисей Очень Подробно Отчитался О Всех Материалах О том Сколько Принесли И Мы Видим Здесь Очень Хороший Пример Очень Хороший Пример Это Прозрачность Открытость Перед Людьми То есть Моисей Чтобы потом Не было Никаких Претензий Моисей Полностью Отчитался Обо Все И Тогда В завершении И Все Это было Очень часто Повторяется Фраза Как Повелел Господь Моисею Как Повелел Господь Моисею И Это Важный Момент Это Неспроста И Люди Которые Все Это Делали Они Хотели Угодить Богу И Это Был Божий Проект Это Было Так Как Бог Повелел Сделать Ничего Не нужно Придумывать Потому что Когда люди Придумывают Что-то Свое Плотское То Получаются Золотые Тельцы Но Бог Говорит Нет Не Золотой Телец Скиния Будет Скиния Так Как Я Запланировал И Вот Эта Работа Завершена И Моисей Освятил Скинию И Я Так Понимаю Что Все Были Очень Взволнованы В этот День Когда Уже Все Было Готово Моисей Все Сделал Все Повеления Господа Были Исполнены И Когда Когда Уже Подошли Уже Подошли К Скинии И Они Хотели Знать Господи Все Ли Мы Правильно Сделали Все Все Ли Мы Сделали Так Как Ты Действительно Повелел Может Какие-то Ошибки Были Может Быть Какие-то Неточности И Потом Облако Божье Накрывает Скинию И Большая Радость Происходит В народе Все Понимают Что Бог Одобряет Что Все Вы Сделали Все Правильно Так Как Господь Сказал И Настолько Все Были Взволнованы Настолько Была Сильна Божья Слава Что Моисей Не мог Войти В Скинию Собрание Потому Что Осеняло Ее Облако И Слава Господня Наполняла Скинию То есть Это Был Такой Трепет Перед Богом Такое Благоговение Что Даже Сам Моисей Он Он Был Очень Очень Взволнован И В завершении В завершении Мы Каждый Из нас Каждый Из нас Я Надеюсь Каждый Из нас Совершает Свой Труд Перед Богом И Бог Хочет Чтобы Мы Действовали Так Как Он Нам Заповедал Чтобы Мы Исполняли Его Заповеди Чтобы Люди Не Придумывали Какой-то New Age Какие-то Ветроучения Какие-то Неправильные Вот то Что Господь Сказал Те Заповеди Которые Он Заповедал Он Хочет Чтобы Мы Старались Их Исполнить Написано Старайтесь Исполнить Заповеди Божьи И Мы Ожидаем Что Придет Машех Я Надеюсь Ожидаем Да Он Придет Обязательно Придет Он Вернется И Один Из Апостолов Он Говорит Очень Хорошие Слова О том Чтобы Мы Были Всегда В Контакте С Богом Чтобы Мы Всегда Спрашивали У Бога Если Есть Какие То Вопросы Неясные И Бог Или Сразу Или Со Временем Обязательно Он Он Личность Он Живой Бог Он Отвечающий Бог Да Он Обязательно Даст Знак Или Даст Слово Когда Мы Будем Понимать Что Нужно Делать По Божьему Так Как Бог Хочет От Нас И Чтобы Было Нам Хорошо Как Он Говорил В Своих Заповедях Да Чтобы Было Тебе Хорошо И Апостол Иоанн Говорит Пишет В Священном Писании Итак Дети Пребывайте В нем Чтобы Когда Он Явится Иметь Нам Дерзновение И Не Постыдиться Пред Ним В Пришествие Его Если Вы Знаете Что Он Праведник Знайте И То Что Всякий Делающий Правду Рожден От Него Аминь